Поздравляю всех с Рождеством Христовым! В прошлом году я открыл группы дыхательной и звуковой аптек для тех, кто интересуется саморегуляцией и оздоровлением с использованием наших природных даров, дыхательной системы и голосового аппарата. Я назвал их аптеками, чтобы подчеркнуть практический подход к дыханию и звучанию как к реальным средствам и инструментам для управления собственной энергией и собственным состоянием, а не просто ради самого процесса, будь то дыхание или звучание. Хотя, конечно же, не вижу ничего плохого в том, чтобы просто погружаться во все это. Соответственно, звуковая аптека рассматривает и применяет звуки голоса, а дыхательная аптека – различные алгоритмы и паттерны дыхания для решения этих задач. Правда, должен предупредить, это не магия и не трюки. Типа, у вас болит живот, сделайте это и все пройдет. Или, если у вас артрит, диабет или еще что-нибудь, дышите так-то или звучите сяк-то и сразу избавитесь. Сначала придется настроить базовое дыхание и базовое звучание, освоить методы, разобраться с причинами. В любом случае, это не панацея, везде есть ограничения. Но если все же настроить дыхание, открыть в себе звучание, научиться методам понемногу, то можно убедиться в чудодейственной силе и дыхания, и звучания. Эту силу можно раскрыть только самим для себя, никто за нас этого не сделает. В этом сложность этого подхода, но в этом же и преимущество. Ведь, по большому счету, помощь не состоит в том, чтобы что-то сделать для кого-то или за кого-то, а в том, чтобы научить решать проблему самостоятельно. Так и здесь. Я не могу за вас дышать или звучать, но я могу научить этому. И все же могу вполне ответственно сказать, если у вас сбито дыхание, здоровье не удержать и не восстановить. Причем это касается как физического здоровья, так и психического. Если у вас подавлен при этом еще и голос, то он непременно собьет дыхание. Кстати, со звуками проще, чем с дыханием. Для начала их можно просто слушать. Но само слушание может быть активным действием, если обращать внимание на то, как реагирует тело на звук. Другими словами, слушание тоже может быть действием. Ну а затем можно научиться произносить звуки. Если человек немного звучит хотя бы базовыми гласными звуками, это может усилить восприимчивость к звукам и эффективность их воздействия. Поэтому я всегда рекомендую практику Киай Цигун «Восемь основ», так как там закладывается основа раскрытия звука и в теле, и в сознании. Там все упражнения делаются со звуками, причем не любыми, а теми, которые соответствуют направлению в пространстве. Также человек знакомится с местами возникновения всех гласных звуков, местами резонанса каждого звука в голове и в теле, а также основами резонансного звучания. Следующий такой курс, который я веду лично, начнется на тибетский Новый год 10 февраля. Это курс пробуждения силы. Скоро мы начнем серию вебинаров, посвященную этому, так что не пропустите, если интересно. Парадокс в том, что и дышать, и звучать, например, петь, это очень приятное занятие, но большинство людей почему-то не знает об этом и лишает себя такого удовольствия. Все в нашей жизни, включая удовольствие, связано с пятью первоэлементами. Звук – это самый тонкий первоэлемент, первоэлемент пространства. В дыхании связано, понятное дело, с первоэлементом воздуха. Лишая себя удовольствия от контакта с этими высшими, наиболее тонкими элементами, люди компенсируют, например, зрительными образами, представляющими первоэлемент огня, или напитками, представляющими первоэлемент воды, или пищей, представляющей первоэлемент земли. Зрительные образы перегружают и перевозбуждают наши эмоции, а напитки и еда перегружают тело. А вот дыханием и звучанием можно наслаждаться бесконечно. Кстати, воздух питает нас не меньше, чем пища. Фактически, человек потребляет примерно 200 грамм сухой пищи в день, 2 килограмма воды и целых 20 килограмм воздуха. Соответственно, мы также знаем, что человек может прожить без пищи, наверное, 7 недель. Без воды 7 дней, а вот без дыхания мало кто выдержит даже 7 минут. Поэтому так важно настроить дыхание. В настройке дыхания важен ритм, особенно для нашего сознания. И вот здесь можно эффективно сочетать и совмещать методы дыхательной и звуковой аптеки. Об этом как раз и хочу рассказать и немножко показать сегодня. В дыхательной аптеке есть метод дыхания, называемый квадрат 4-4-4-4-4. 4 вдох, 4 пауза, 4 выдох, 4 пазу. Этот метод позволяет остановить блуждание ума, переключить на внутреннюю тишину и глубоко погрузиться в расслабление. Обычно человек ведет счет. Вдох, 1, 2, 3, 4 пауза, 1, 2. Но можно углубить практику, например, включив чтение мантр. Выбор мантр может быть, в общем-то, произвольным. Все зависит от того, во что вы верите и что вы хотите донести самому себе на уровне, скажем, подсознания. Например, вы можете повторять даже собственные мантры. Если вам нужно исцелиться физически, можете повторять несколько раз в день «Мне становится лучше», «Мне лучше», «Я чувствую себя лучше» и так далее. Или если нужно успокоиться психически, то можно повторять «Я спокоен», «Я совершенно спокоен» и так далее. Если вы верите в спаситель, то можете произносить, например, «Господи помилуй» или «Спаси и сохрани». В буддизме широко известна мантра «Ом мани падмехум». Смысл этой мантры очень глубок и имеет много уровней, изложить которые можно разве что написав много книг. Но одно из значений – это о сокровище в лотосе. О каком сокровище идет речь? Сокровище – это наша душа, а лотос – это символическое название сердца. Вибрация мантры в сочетании с намерением пробуждения сознания души способствует установлению контакта с собственной душой и раскрытию нашего духовного потенциала. Можно произносить мантру на вдохе, на выдохе и в паузах между ними. Если произносить ее быстро, то можно произносить примерно за секунду. Тогда будет четыре мантры на вдохе, четыре в паузе, после вдоха, когда вы произносите «не вдыхая, не выдыхая», затем четыре на выдохе и снова на паузе, теперь уже после выдоха. Можем попробовать. Вдыхаем. Поддержка. Выдыхаем. Поддержка. Если вы проникнете смыслом и силой вибрации, заключенной в данной мантре, вы можете легко выйти в контакт с собственной душой. Это может привести к слезам радости, облегчению от тяжести и болей душевных. Это может пробудить вас, чувствуя безграничной любви и сострадания ко всем чувствующим существам. Если вам интересна тема управления своим состоянием при помощи звучания или дыхания, вы можете вступить в группы по ссылкам в описании к видео. Конечно же, если вы вступите, прежде всего ознакомьтесь с правилами участия и общения в этих группах. Группы – это не онлайн-клиника или лечебница, где кто-то готов заняться вашими вопросами или проблемами. Это сообщество для общения. Если вам интересно и вы готовы к практике, вы можете из этих групп перейти в клубы по подписке, где есть ресурсы для практического освоения. А сейчас в завершении я спою мантру о Валкетишваре, Бодхисатве, безграничной любви и сострадания Ом Мани Падмехум Ши. Если хотите, споем вместе. Пусть оно принесет успокоение, исцеление и наполнит ваше сердце радостью. Ом Мани Падмехум Ши. 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 Ом Мани Падмехум Ши.